Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик и общественный деятель, подключается к эфиру канала Freedom. Здравствуйте, Дмитрий, рада вас видеть. Здравствуйте. Да, приветствую. Ну, тема не самая радужная, но эту тему развязал Путин, поэтому давайте ее обсудим. Вот скажите, убийцы массово уже возвращаются назад на родину, совершают повторно свои убийства и преступления. Более того, это признает Песков, никто этого не скрывает, находит в этом какую-то сущность искупления долгов перед Родиной, смывающихся кровью. В общем, как-то романтизирует, по сути, то, что в российские города приходят убийцы и продолжают свои деяния. Есть какой-то резонанс в обществе из-за этого или нет? Или всем наплевать, это сглаживается? Нет, конечно, не наплевать. Это ровно то, что я предсказывал еще год назад. Все этим примерно и закончится. Я думаю, что это пока цветочки. И таких случаев все будет больше и больше. Но это еще говорит о том, что Путин, очевидно, до марта своих так называемых псевдовыборов, никакую мобилизацию объявлять не намерен. Потому что он не хочет никаких протестов, он не хочет свой рейтинг обрушить. Значит, ему нужно набирать людей пушечное мясо там, где можно. Понятно, что он набрал мобилизованных и никому не дает передышки. И очевидно, что он готов даже набирать вот таких закоренелых просто рецидивистов-преступников, для того, чтобы люди, которые сидят по тяжким статьям, согласились пойти воевать. Вот сейчас, как вы знаете, вся мобилизация идет, она переведена на коммерческие рельсы. То есть сейчас платят большие деньги в разных регионах. Недавно была информация, что в Липецкой области подняли разовые выплаты с 50 до 250 тысяч. Это сколько у нас получается? 500 евро было, стало 2,5 тысячи евро. И плюс еще каждый месяц за участие в войне. Значит, таких случаев, конечно, много, но они пока не носят совсем массовый характер. До этого далеко. И дело в том, что об этих случаях узнаем только мы с вами. То есть люди, которые получают информацию из интернета, из альтернативных источников, распространяются в тех медиаканалах, которые смотрят люди, которые так против войны, против Путина. И, конечно же, всех этих людей, безусловно, беспокоят, что теперь им придется жить среди преступников. Но массовому зрителю зомбоящика об этих случаях не рассказывать. И даже комментарий Пескова распространяется в основном в социальных сетях и независимых медиа. Дмитрий, сейчас вспоминается протест такой. Не больше пяти минут он был. Но когда жены вышли с плакатами, честно, не помню, в Москве ли это было или где. В Москве. Да, верните мужа домой. Но через пять минут были разогнаны, естественно, блюстителями так называемого порядка. А могут ли эти протесты становиться более массовыми? Ведь все больше мужей не возвращается домой, уже больше 300 тысяч, 300... 313 тысяч уже в пакетах. Это только приблизительные суммы. Вопросы. Все-таки человек из демократической страны, где митинги и общественное мнение влияет на многие политические процессы. Я все-таки хочу, к сожалению, подчеркнуть, что на политические процессы, на власть в диктатурах может повлиять только два обстоятельства. Раскол элит и смерть диктатора. Больше ничего. Поэтому, конечно, в этих условиях никакие массовые протесты невозможны. Почему? Потому что нет лидеров, нет механизмов и инструментов для организации этих протестов. Подобные пикеты небольшие, на которые выходит под 30, 50, 150 человек, возможно. Все это будет. Но как только это будет предпринимать какие-то угрожающие масштабы для властей, они будут подавляться в зародыши. Они будут сразу разгоняться и репрессивными методами подавляться. До тех пор, пока силовики лояльны Путину, мы не можем рассчитывать ни на какие процессы внутри страны. Причем это не какая-то особенная черта России. Любая диктатура. А там, не знаю, Сталинский СССР, да и даже Брежневский, Андроповский, то же самое было. А сейчас путинская Россия, не знаю, Беларусь, да, которая, так сказать, оживилась только тогда, когда по ошибке диктатор допустил Тихановскую на выборы. И всем удалось просто этот момент, эти псевдовыборы использовать для того, чтобы попробовать перевернуть ситуацию. Ну, как мы увидим, даже когда каждый пятый в Беларуси выходит, протесты при лояльности силовиков ни на что не влияют. Лукашенко продолжает узурпировать власть. Поэтому все это будет иметь смысл в тот момент, когда возникнут условия для раскола элит, когда будет какой-нибудь там переворот совершен, когда начнется внутриэлитная борьба, борьба так называемая бульдогов под ковром, тогда да, тогда появится третья сила в виде общества гражданского. Но сейчас это невозможно. Ну, да, вы, конечно, привели пример Беларусь, но тем не менее, все-таки по беларусам, мне кажется, была понятна реакция людей, и, мне кажется, это стало тоже важным фактором того, что Лукашенко не смог отправить армию Беларуси на войну с Украиной, понимая реально, к чему может привести подобное действие. Ну, да, это действительно, наверное, с беларусскими экспертами можно обсуждать. В том числе, Дмитрий, у меня к вам следующий вопрос. Недавно на ВДНХ в Москве, если я ошибаюсь, проходил концерт, на котором все ожидали, что Путин выступит с самовыдвижением на президентские выборы, которые должны пройти в марте месяце. Но вместо этого все увидели там концерт шамана, как он нажимает на красную ядерную кнопку, все порадовались, спустили салют, и все хорошо. Почему не говорят о том, что Путин пойдет на так называемые выборы до сих пор? Для чего тянут эту интригу? Ведь вроде как всем все понятно, но Песков вот даже на днях откомментировал, что пока решение не принято. Для чего лгут, для чего тянут? Ну, это такая, знаете, демонстративно-театральная пауза. Ты делаешь паузы, чтобы твой следующий аккорд громче звучал. Вот и все. Раз тут все ожидают, что я пойду, ну пусть еще подождут. Пусть еще подумают, а вдруг я сделаю ставку на кого-нибудь преемника. Заодно и прекрасная слуха о смерти Путина и двойниках. Здесь тоже как бы создает определенную интригу. Нет, он пойдет, просто пойдет и объявит тогда, когда сам решит. Вообще Путин не любит ничего делать под давлением общественности. В данном случае, когда все ожидают, что именно в этот день он выйдет, значит в этот день он точно не выйдет. Как и говорили до войны, что Путин начнет вторжение 23 февраля. Да, и 23 февраля ничего не было. Все отдыхали, отмечали праздник. А утром 24-го все и началось, тогда, когда никто не ожидал. Путин любит такие паузы, Путин любит делать все вопреки ожиданиям. Так что здесь, я даже за этим не сильно обращаю внимание, потому что по внешним признакам видно, что работа идет вовсю. Обсуждаются составы штаба, доверенных лиц, утечки постоянно попадают в прессу. Но будет чуть позже. Кстати, вот тоже ожидаемо или неожиданно совещание с участием Путина экстренно перенесли на неизвестный срок. Это совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, прошу прощения, с участием Владимира Путина неожиданно перенесли. Это первый раз за полгода случай переноса совещания президента с правительством. А что могло быть причиной, по-вашему, это опять какая-то непредсказуемость Путина? Слушайте, мы просто сейчас можем с вами здесь гадать на кофейной гуще, может быть, это связано с новым пакетом санкций. Там же есть история про очередной пакет санкций против энергетического блока. Соответственно, видимо, они решили изучить, посмотреть, как это повлияет на рынок, на отрасль, и обсудить чуть позже. Например, в качестве причины. Может быть, какая-то другая причина, но я, честно говоря, не понимаю, в чем ценность дискуссии насчет отмены. Здесь могут быть разные причины совершенно. Никакой революционной ситуации не возникло. Вот сейчас объявили, что будет новый нефтяной потолок, сейчас будут санкции против алмазов, сейчас будет еще несколько санкций. Их пока, я так понимаю, не опубликовали, пока только есть сообщения об этом. Но по этому блоку экономическому важно будет все это изучить, посмотреть и в качестве гипотетической идеи, почему совещание перенесли. Потому что сегодня информация об этом появилась. Ну, может, хотел не опозориться, а мы-то надеялись, что все-таки слухи о его плохом здоровье – это правда. Сколько людей ждут Лебединого озера, миллионов, миллиардов? Нам надо, конечно, надеяться на военную поддержку со стороны Запада и заканчивать дело своими руками. Но, Дмитрий, вот хочу вас о чем спросить. Все-таки с какой программой Путин сейчас объявит свою кандидатуру самовидвиженцем или в какой-то другой форме? Действительно, тут форма не имеет значения для российского народа. Вот что? Победитель, собиратель земель, человек, который отстоял государственность, не дал НАТО разрушить Российскую Федерацию. Что сейчас будет больше всего продаваться? Видите, вы уже даже эксперт, не хуже меня. Прямо все основные тезисы выдали. Это знаете, как Станислав Белковский любил шутить, что он уже может, в принципе, писать речи для Путина. Он уже знает примерно, что будет Путин говорить. Поэтому может предложить более интересный вариант для него. Здесь, понимаете, от Путина никаких сюрпризов не будет. Но его повестка, она известна. Она не меняется с года в год. Собственно, она будет такой еще, наверное, до конца его жизни. Или политической жизни. Поэтому, конечно, он будет защищать страну от НАТО, от нацизма, от международного кризиса. Он спас нашу страну от всяких всевозможных санкций. Он защитил духовные скрепы и какие-то там традиционные ценности. Ну и вообще лучше нет никого. И только он в этот ответственный момент может защитить нашу страну, у которой так много врагов. Ну вот что-то подобное и будет. Ну да, еще немножечко перекручивание истории. Все в духе Путина. Дмитрий, спасибо вам большое за то, что присоединялись к нашему эфиру. Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик и общественный деятель специально для Фрида.